МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Власти городов и регионов Украины принимают срочные меры по ликвидации последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре страны. Против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Его обвиняют в преступлениях, которые он якобы совершил уже будучи в колонии. В Пекине завершается 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Так же сегодня. Зря в России, собственно говоря, радуются и зря в Украине беспокоятся. Курс на поддержку Украины всемирную, финансовую, военную, политическую, моральную, какую угодно, будет продолжен при любом премьер-министре. Изменится ли политика Великобритании по отношению к России и Украине после ухода в отставку премьер-министра Ли Страс? Начну сегодня с извинений за свою ошибку во вчерашнем выпуске «Времени свободы», в котором я представляю сюжет о деле муниципального депутата Василия Дикарева, оштрафованного за якобы распространение нацистской символики, сказал, что актер Рейв Файнс сыграл Оскара Шиндлера в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». На самом деле эту роль сыграл Лиам Ниссон, а Рейв Файнс выступил в роли коменданта концлагеря нациста Амана Гёте, на мандире которого сотрудники Центра Э и нашли нацистскую символику и возбудили административное дело против Дикарева. Теперь к главным событиям. Министерство обороны Украины сегодня официально подтвердило удар вчера вечером по переправе в районе Антоновского моста через Днепр в Херсонской области. По словам представителя командования южной группировки ВСУ Натальи Игуменюк, переправа в это время использовалась для переброски российских войск, действовал комендантский час и мирных жителей там не должно было быть. Оккупационные власти Херсонской области заявляют, что при ударе в районе Антоновского моста погибли не менее четырех гражданских лиц, включая двух журналистов местного пророссийского телеканала «Таврия». Около 15 человек ранены. Оперативно проверить, насколько приведенные сторонами конфликта данные соответствуют действительности в условиях войны, не представляется возможным. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска заминировали Каховскую ГЭС, чтобы взорвать ее при отступлении. Российское командование, в свою очередь, обвиняет ВСУ в подготовке удара по этой гидроэлектростанции. Зеленский также выступил с призывом к украинцам экономить электроэнергию. Российские войска по-прежнему делают ставку на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины накануне зимы. Но Андрей Садовой, мэр Львова, также подвергшегося бомбардировкам, уверен, что украинцы справятся со всеми этими трудностями. Вот что он рассказывает о принимаемых мерах. Мы готовимся к очень сложной зиме. Как вы знаете, в прошлой неделе были атаки, и было уничтожено 4 электроподстанции. Для их восстановления потребуются месяцы, и мы сегодня используем альтернативные возможности. Система работает, хотя в сложных условиях. Поэтому экономия — это единственный шанс, который остается на сегодняшний день. Мы обращаемся ко всем. Мы серьезно ограничили потребление в нашей коммунальной инфраструктуре. Мы отключили все фонтаны, отключили все освещения домов. Жители серьезно экономят, и подприятия рационально используют электроэнергию. Мы понимаем, что это война, и нам важно выжить. А чтобы выжить, нужно всем быть вместе и противостоять российской агрессии, которая использует страх. Но ничего не получится. Украинцы становятся более крепкими от этого. Мы понимаем, что могут быть следующие атаки, и могут быть атакованы ТЭЦ, и гидроэлектростанции, и тепловые станции. Вообще, готовимся к ситуации, когда днями, возможно, неделями, нужно будет находить без воды, без электроэнергии, без отопления. Поэтому, имея во Львове 6 тысяч укрытий, в каждом укрытии мы устраиваем пункты обогрева, закупаем дрова. Да, это технологии прошлого века, но это спасает. Пока службы будут работать, ремонтировать системы, мы сможем выживать. Также мы строим систему альтернативной подачи электроэнергии к постанциям водоканала, и мы можем транспортировать воду, используя электроэнергию, которую мы получили от дизель-генераторов. Мы сейчас дополнительно закупаем дизель-генераторы, газовые генераторы. То есть мы переходим к ситуации, когда будем рассчитывать, собственно, на свои силы. Это сложно. Такого опыта у нас раньше не было. Но это война, поэтому наша задача — выживать. Те предприятия, которые важны для жизнедеятельности города, они будут работать. Поэтому я считаю, что врагу ничего не получится. Он только нас разозлит, и мы станем тверже в нашей борьбе. Ничего врагу не удастся. Украинцы умеют выживать у нас в суперсложных условиях, и мы это неоднократно демонстрировали. Это был мэр Львова Андрей Садовой. Ну а Владимир Путин посетил вчера Центр по боевой подготовке резервистов в Рязанской области. Он прогулялся по полигону в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и даже выстрелил из снайперской винтовки. Правда, показано это было по телевидению довольно странно. Путин был прикрыт сеткой, сквозь которую был виден только его силуэт, если это был действительно он, и выделялась лысина на голове российского президента. Потом Путин пообщался с резервистами. Верховный главнокомандующий, ни разу с начала войны не побывавший не то что на фронте, а в расположении войск, участвующих в боевых действиях, обращался к одному из них, стараясь придать своему голосу отеческие интонации. Один из присутствовавших генералов продемонстрировал Путину экипировку, которой, как он уверял, снабжен каждый отправляемый в район боевых действий военный. Конечно, картинка дает более полное представление о том, что входит в эту экипировку, но даже на аудиозаписи слышно, что в комплект входят и спальные мешки, и коврики, а еще резиновые сапоги для осени, зимние сапоги и так далее. Непосредственно на убытие и выполнение задач, каждый выносущий имеет, ну, во-первых, сам стоит экипирован в бронежилете, разручный жилет, оружие, соответственно, шлем. Это в него все в рюкзаке, полностью с собой комплект нательного белья, притороченный спальник, здесь коврик, маскалат, ну и, соответственно, белья. И у него отдельно вот баул такой, где она сейчас очень там грязи, осень и весна, зимой вот это, это осень. Ну, соответственно, это очень важно. Ну, а я теперь напомню, что чаще всего происходит в реальности, когда резервистов призывают в армию. Эта запись уже звучала в одном из выпусков «Времени свободы» в конце сентября, но, поверьте, в социальных сетях и сейчас можно найти тысячи свидетельств того, что родные мобилизованных помогают им экипироваться, причем за свой счет. Спальники, однозначно, будете спать, где придется. Спальники однозначно, плюс туристические коврики или замена, ну поняли, да, все? Это все свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военно. Этого ничего нет, наших мужиков мы сами все укомплектовали. По медицине тоже. Отсрачки, то есть лапирамиды, перекись водорода обязательно. Жгуты. У меня на вас на всех жгутов не хватит. Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите прокладки. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Булевое ранение прям туда вводите и все, он начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это еще чуть-чуть не знаю. Вы слушаете «Время свободы». Против Алексея Навального возбуждено очередное уголовное дело. Буквально два дня назад Кассационный суд окончательно утвердил приговор Навальному по делу по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда. Это 9 лет колонии строгого режима. А от других дел против Навального это новое дело отличается тем, что преступление, которое ему вменяют, он якобы совершил, уже находясь в колонии. А именно пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность и реабилитировал нацизм. Следствие считает экстремистскими, в частности, материалы YouTube канала «Популярная политика», которые ведут соратники Навального. И вот что говорит один из них, тоже ведущий канала «Популярная политика», директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Это, конечно, больше про нашу деятельность. Отличие этого нового уголовного дела заключается в том, что Алексей и якобы совершал его, находясь в тюрьме, руководил всей нашей организацией, которая признана экстремистской, давал поручения, давал какие-то вводные, давал еще что-то. А что именно? Что они считают, что он делал? Он призывал к террористической деятельности, призывал к экстремистской деятельности, он призывал к реабилитации нацизма, он призывал к финансированию экстремистской деятельности. И по версии следствия он в совокупности делал все-все-все экстремистско-террористическое, как бы руководил этой группой, уже находясь в следственном изоляторе, в колонии. И это связано больше даже с тем, что он делал после начала войны, после начала полномасштабного вторжения в Украину, в российских войск. И как бы направление, суть этого дела заключается в том, что он противостоял этой, как они называют, специальной военной операции. Но не очень понятно, какая там конкретно статья. Да, это организованная преступная группа, это терроризм, руководство террористическим сообществом. Бестолезно давить на Алексея. В этом нет смысла, я могу понять эту логику. Если они Чанышева продолжают мучить, как бы вот женщина, мы ее пытаем, а вы там занимаетесь своей деятельностью, а она у нас заложник. Это понятно. Но даже с Чанышевой это не пройдет, с Алексеем это вообще точно не пройдет, что он никак не изменит свою позицию, будет продолжать то, что он говорит, он политик, ведущий оппозиционной политикой в России. Это такая бесполезная штука. Это был соратник Алексея Навального Иван Жданов. В Пекине завтра завершится 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Практически ни у кого нет сомнений в том, что нынешний генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин сохранит пост лидера партии, нарушив таким образом сохранявшуюся 30 лет традицию смены генсека после 10 лет пребывания на этом посту. Си Цзиньпин имеет теперь возможность практически пожизненно оставаться руководителем партии и государства, а его планы говорят о том, что он так и собирается сделать. О том, как получилось, что Си Цзиньпин смог сосредоточить в руках такую огромную власть и не отдать ее, говорит китаист, директор Института стран Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. Амбиции у Си Цзиньпина колоссальные. И я думаю, что изначально так задумывалось, и отнюдь не сейчас, что Си Цзиньпин будет находиться на своем посту как минимум дольше тех двух сроков, которые изначально и предполагались. И в этом есть свой смысл, по крайней мере тот, который транслирует нам Китай. То, как Китай развивался, например, в 90-х или в 2000-х годах, несмотря на огромный взлет, это все-таки было то, что называется, снятие пенок с ситуации. Дешевая рабочая сила, правильно организованная экономика, огромный интерес иностранцев, колоссальные инвестиции, приход новых технологий. Все это давало очень быстрый взлет Китая и то, что называется, эффект нулевого цикла. То есть сначала ничего не было, и тут же все и проросло. А вот потом оказалось, что вот эти пенки сняты, и теперь нужно делать все совсем по-другому. То есть нужно переходить на долгие длительные циклы, которые связаны, например, с развитием высоких технологий. А это надо подготовить и новое поколение специалистов. Нужно вообще-то продвинуть свои технологии во внешний мир. И это дело не 5 лет, не 10 лет и даже и не 20 лет. И вот Си Цзиньпин рассматривает себя как игрока длительного цикла, который рассчитан, в общем, на физическую жизнь человека. Многие планы, которые сегодня построены в Китании, построены до 2035 года, до 2049 года. И тут многие удивились, может быть, мы это отдельно скажем, что Си Цзиньпин вдруг сказал, что китайская армия будет уже модернизирована к 2027 году, а не как предполагалось к 30-м годам. В Китае фракционной борьбы нету в честном виде, нету той контрэлиты, которая предлагает нечто другое. Безусловно, идут постоянные дискуссии по поводу экономического механизма реализации программ. То есть, скажем, сближаться или не сближаться США, нужно ли больше или меньше развивать отношения с Россией, имеет ли смысл продолжать инвестировать в один пояс, один путь. И по этому поводу идут массовые дискуссии, причем на самом разном уровне. Но никто не оспаривает, на мой взгляд, трех важных вещей. Во-первых, того, что Си Цзиньпин должен являться лидером Китая, как бы он ни звался, генсеком ЦК КПК, председателем КНР. Во-вторых, никто не оспаривает правильность курса социализма с китайской спецификой в новую эпоху. И в-третьих, никто не оспаривает ключевых моментов этого курса, например, усиление армии, усиление модернизации и так далее. Поэтому говорить о том, что есть какая-то оппозиция, которая прямым или латентным образом противостоит Си Цзиньпину, не приходится. Более того, я считаю, что это очень опасно предполагать, что есть такая оппозиция. Часто мы можем прочитать среди не очень опытных американских или даже российских экспертов, что есть какие-то протестные группы. Нет, мы не видим таких протестных групп совсем. Мы видим локальные элиты, например, южную элиту, которая борется за свои экономические интересы, северную элиту из провинции Сычуань, но ни в коем случае не группы, которые хотели бы сместить Цзиньпина с его поста. А почему это опасно? Потому что это дает неверную оценку реальной ситуации в Китае, где все развивается, как всегда, по-своему. Событие на 20-м съезде КПК комментировал китаист, директор Института стран Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Ну а самая обсуждаемая международная новость вчера и сегодня – решение премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку после всего 44 дней пребывания на этом посту. Это самый короткий срок премьерства в истории Великобритании. Кстати, 10 из этих 44 дней пришлись на траур по умершей через два дня после назначения Трасс королеве Елизавете II, и на эти 10 дней политическая жизнь в Великобритании затормозилась. Причиной отставки стал провал налоговой реформы, предложенный правительством Лиз Трасс. Выборы нового главы консервативной партии Британии состоятся, скорее всего, на следующей неделе, причем в них собирается участвовать и бывший премьер Борис Джонсон. Российские СМИ откликнулись на отставку Трасс злорадными комментариями, но лондонский политический обозреватель Андрей Остальский считает, что злорадствуют они зря. Зря в России, собственно говоря, радуются и зря в Украине беспокоятся. Курс на поддержку Украины, всемирную, финансовую, военную, политическую, моральную, какую угодно, будет продолжен при любом премьер-министре, ну, из тех кандидатов, которые можно реалистично ожидать увидеть на Даунингстре 10 в ближайшее время. Это довольно смешно, просто Лиз Трасс в России превратили в какое-то пугало, какую-то такую одиозную совершенно личность. Это еще отчасти было связано этими ее переговорами с Лавровым, когда он сам сказал, что это разговор глухого с немым, и что полное непонимание взаимное, ее там поймали на оговорке. Она две российских области считала тоже частью Украины. Посол британский тут же все исправил, кстати говоря, это была буквально секундная заминка, но Россия решила в пропагандистских целях раздуть эту ошибку до каких-то космических масштабов. От нее ждали чего? Кризисного менеджмента. Вот кем она должна была стать с точки зрения ожиданий британцев, да и консерваторов большинства в парламенте, по крайней мере. Страшный кризис, рост цен на энергоносители, путинская война, с которой непонятно что делать, инфляция чудовищная. А тут выходит человек и говорит, мы поставим сейчас эксперимент, мы устроим вам либертарианскую экономику. Когда эта страна услышала, то она оторопела. Как один из ведущих экономистов британских сказал сегодня, и финансовые рынки просто оторопели в них, отвисли челюсти. Они были в ужасе. Но и тут хватило все-таки ума у Листрас понять, что нет. Это просто катастрофа. И не понимают ее идеализма. Нет, совершенно. Ни общественность, ни рынки, ни банки, ни экономисты, никто. И она сдалась. Вовсю раздаются голоса. Только Джонсон. Вот он нужен партии, он нужен стране. Честно говоря, даже вот рискну так и сформулировать. Надеюсь, что этого не произойдет. Почему? Потому что возвращение Джонсона, если все-таки это как-то протащит, надеюсь, что нет, повторяю, будет чревато чудовищным просто кризисом британской демократии уже на более высоком уровне, чем то, что происходило до сих пор. Все ведь лидеры оппозиционных партий, все, просто в ярости, они говорят, нет, это вообще, вы понимаете, человек, который разоблачен, как шарлатан, как лгун, как манипулятор. И уже какие разговоры ходят. Если уж такое случится, все оппозиционные партии должны из парламента уйти, объявить бойкот полный и гражданское неповиновение, чтобы демонстрации миллионные каждый день. Вот это нужно Великобритании во времена тяжелейшего финансового кризиса? Категорически нет. Отставку лист раз с поста премьер-министра Великобритании комментировал лондонский политический обозреватель Андрей Остальский. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев по поводу отставки Листраст опубликовал твит, в котором говорится «Пока-пока, Листраст, поздравляю, Латук». Напомню, что 14 октября газета Daily Star сообщила о приеме букмекерами ставок на то, уйдет ли раньше Листраст со своего поста или сгниет качан салата Латука. Предприниматель Илон Маск спросил в ответ Медведева «А как, кстати, дела в Бахмуте?» Медведев не нашел ничего лучшего, как пригласить Маска в Москву на День Победы. Правда, День Победы кого над кем, он не уточнил. Наверное, стоит ждать новой витиеватой публикации Медведева в его столь знаменитом теперь телеграм-канале. В последних выпусках «Времени свободы» мы часто обсуждаем отказ Путина признать войну с Украиной войной, говорим о коррупции в армии в частности и в России вообще, на глубину которой указывали расследование с такой ненавистью, разгромленного путинским режимом фонда борьбы с коррупцией. Тем интереснее следить за сменой риторики телеведущих российских каналов после восьми месяцев войны. Это те же самые люди, которые говорили, что Украину можно захватить за два дня или за две недели, что все идет по плану и так далее. Говорили они, правда, когда-то и совсем другое. Владимир Соловьев, например, называл возможную войну России против Украины самым страшным преступлением, которое можно себе представить. А когда его спросили, не следует ли России забрать Крым у Украины, возмущался, как такое вообще могло прийти кому-то в голову. Теперь эфир его программы на телеканале «Россия» звучит так. Я всем в сердце, может быть, я в чем-то ошибаюсь, но я понимаю, что если что, не дай бог проявить, у стеночки нам стоять все вместе. Конечно. И никто нас с вами не пожалеет. Нет, нет, нет. Понимаете? Никто нас с вами. Поэтому мы каждый на своем месте, каждый должен доводить, вот видя, если что-то можно исправить. Я считаю, это многие. Я думаю, что сейчас эти выводы будут сделаны. Понимаете? Но еще раз повторю, еще раз повторю, опираясь на людей, которые 30 лет разворовывали, грабили страну, мы ничего не поменяем и войну не выиграем. Игорь, знаешь, еще страшнее. Еще страшнее. Воровство, понятно. Предательство? Предательство. Ну, уже что может быть предательством? Страшнее концептуальной ошибки. Ведь когда-то была сделана концептуальная ошибка, что не нужны кадрированные части. Когда-то была сделана концептуальная ошибка, что да ладно, зачем призыв. Все, обойдемся контрактами. Представляете, какая самая большая ошибка? Притом, я не военный, я не имею права здесь рассуждать, для этого есть профессионалы. Но ведь если мы столкнулись с тем, что де-факто Третья мировая война, мы де-факто воюем со всем НАТО, но очевидно, что маленьким экспедиционным корпусом задачи войны со всем НАТО, у которого... Так мы же войну войной называть боимся, Владимир Владимирович. Здесь есть нюансы. Ну, я не знаю, может быть, я поэтому... Я не боюсь. Я тоже не боюсь. Я называю это, что это война с НАТО. Это был фрагмент программы телеканала «Россия. Вечер» с Владимиром Соловьевым. Сейчас идет много споров по поводу того, должны ли российские пропагандисты быть привлечены к уголовной ответственности за призывы к войне и насилию. Нередко даже предлагается создать для этого специальный трибунал. В Гаге, в Международном трибунале по Руанде, сейчас идет судебный процесс над 89-летним Фелисьеном Кабугой, бизнесменом, владевшим радиостанцией «Свободное радио» и «Телевидение Тысячи холмов», которая в 1994 году открыто призывала руандийский народ Хуто убивать представителей другого руандийского народа Туци. В результате геноцида в Руанде погибли от полумиллиона до миллиона человек. Кабуга скрывался от правосудия более 20 лет. Его арестовали только в 2020 году. Моя собеседница – журналист Женя Снежкин, автор многочисленных публикаций о работе Европейского суда по правам человека и сейчас внимательно следящая за процессом в Гаге. Можно ли говорить о том, что Фелисьен Кабуга привлечен к уголовной ответственности именно за то, что он владел и руководил радио «Тысячи холмов», которая призывала к геноциду Хуто против Туци? Можно и нужно. Это часть обвинения. В обвинительном заключении об этом говорится прямо. Что он обвиняется ровно в том числе и потому, что он был владельцем радиостанции и организационно осуществлял ее вещание и распространение контента. Но ведь непосредственным ведением радиопередач «Фелисьен Кабуга», насколько я понимаю, не занимался? Нет, по радио он не говорил. Но внутри обвинительного заключения содержится такой термин «Joint Criminal Enterprise». Это сложно перевести на русский язык. Это как бы совместное предприятие. И в этом предприятии считается, что принимали участие все на равных основаниях. И Кабуга один из них. А те, кто работал на этом радио, выходил в эфир и вот именно непосредственно выступал с призывами к насилию, они привлечены к ответственности? Да, привлечены к ответственности и журналисты, и редакторы, и менеджеры радиостанции. Что конкретно вменяется в вину «Фелисьену Кабуга»? Как сформулировано обвинение? Обвинение состоит из двух пунктов. Из двух с половиной. Первое – это ответственность «Фелисьена Кабуги» за создание и распространение контента, я подчеркну, контента, радио «Тысячи холмов». Второй пункт – это уголовная ответственность «Фелисьена Кабуги» за поддержку и участие в «Интерахавме». Это вооруженное формирование, которое, собственно, и убивали ТУЦСи. И полпункты – это оттягивающие обстоятельства. Как вы считаете, подобный трибунал может стать прецедентом для возможного суда над российскими пропагандистами, которому сейчас уже призывают оппоненты путинского режима, развязавшего войну в Украине? Любой трибунал является прецедентом, потому что это уникальная одноразовая процедура, которую санкционирует Организация Объединенных Наций, а в первую очередь Совет Безопасности ООН. Безусловно, материалы этого дела, даже не столько фактические материалы, сколько процедуры доказывания и дефиниции, которые употреблялись в трибуналах, они потом пригождаются и для следующего такого рода судов. Если бы я сравнивала эти процессы, то в основе этих процессов в том числе лежат и Нюрнбергский процесс, трибунал, и процессы над пропагандистами сербских вооруженных формирований. Кстати, дано ли на суде четкое определение понятию пропаганды? Ведь по этому поводу много споров, что считать пропагандой, что нет. Все ли необходимые дефиниции на этом суде были четко сформулированы? На процессе дефиниции сформулированы. Для нас важно то, что, например, в Уголовном кодексе Российской Федерации существует слово пропаганда, а в этих трибуналах этого слова нет. Кабуга обвиняется по совершенно четким статьям обвинения. Организация геноцида, осуществление геноцида, производство и распространение контента. Трибунал, во-первых, не дает определения слова пропаганда. Во-вторых, в определении разжигания национальной розни опирается на национальное законодательство Руанды. То есть вы считаете, что каких-то юридических недомолвок на процессе по делу фелисьена Кабуги нет? Абсолютно никаких. О процессе над бывшим владельцем Руандийской радиостанции «Свободное радио. Тысячи холмов» Фелисьеном Кабугой рассказывала журналист Женя Снежкина, автор публикации о работе ЕСПЧ, и которая сейчас внимательно следит за этим процессом, проходящим в ГАГе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.